Всем привет, друзья! Выходные как-то не заладились у нас. Сегодня воскресенье, 20 февраля 2022 года. И вы знаете, в третий день уже штормовой ветер, дождь, очень плохая погода. Хотя тепло 11-17 градусов где-то так, но гулять как-то желания не возникает. Я сегодня хочу вам показать ещё один сюжет о том, как я искала мебель на свою кухню. Вот знаете, те, кто живёт там в большой Англии, не понимают, что остров это обособленное место, в которого даже нет моста. И сюда поступают товары уже совершенно не такие, как есть в самой Англии. Поэтому что-то найти, что-то купить нормальное – очень большая проблема. Ну и давайте мы посмотрим, как я искала себе мебель на кухню. У меня же здесь было на моём островке два вот таких вот стула чудесных, барных стула, вертящихся, красивых, металлических. Вот смотрите, что случилось. Один стул, ну вот видите, отломился. Один стул отломился вообще давным-давно. Ко мне пришла подруга, села на край, обломила. Он вроде толстый такой, пластик это, очень толстый пластик. Совсем недавно я тоже сама села на край и обломила. Ну такого стульчика симпатичного я не нашла, но я же пошла искать всё-таки себе такой же похожий, потому что здесь у стойки всё-таки удобно. Не обычные какие-то табуретки, а вот такие барные стулья. И поехала я по всему острову, во всех магазинах побывала, в которых продаются барные стулья или в которых вообще какая-то мебель есть. Ну и давайте мы посмотрим, друзья, где я только не была. Первый магазин, в который я приехала, это Тики Макс, известный, огромный. И я вспомнила, что видела здесь, помимо всякой разной прочей мебели, также ещё и много стульев. И вы знаете, прежде чем ездить выбирать эти стулья, помимо того, что я посмотрела все размеры, высоту, которая мне нужна, ширину желательно тоже сиденье. Я хотела сиденье мягкое, и чтобы оно не было вот каким-то, знаете, холодным, чтобы было комфортно, когда садишься. Потому что я со своим стулом тем поняла, что, знаете, холодное, когда в квартире холодно, не очень-то приятно. Ну и вот смотрите, какие стулья я здесь увидела. Вот даже не могу я сказать, что что-то мне тут понравилось, кстати. Во-первых, цвет, конечно же, у него вот кажется серый, но на самом деле он тёмно-синий. Во-вторых, у него, конечно, цена неплохая, 60 фунтов. Но то, что у него колёсики, как-то мне показалось всё-таки, что этот стул больше похож на офисный. Ну и самое главное, конечно, то, что, когда я на него села, я почувствовала, что немножко... Вот даже то, что спинка у него, мне кажется, не обязательно было бы спинку для таких стульев делать. Пусть бы он был вертящийся, но без спинки. А здесь, видите, вот похожий, немножко подороже, 80 фунтов уже один стул. Но тоже меня он не очень устроил. Ну ничего, подумала я, первый блин комом. Пошли мы дальше. Я приехала в Ньюпорт. Ньюпорт – это, в общем-то, крупный торговый центр. Вот здесь есть ещё один магазин. БНМ называется. Он уже специализированный. Здесь очень много разной мебели. Давайте посмотрим, что меня здесь ожидало. Трудом нашла на втором этаже что-то похожее. Но нет, это не барные стулья. Это просто обычные табуретки. Хотя вот здесь что-то такое похожее есть. Давайте посмотрим. В принципе, даже цвет здесь вот серый есть, помимо розового. Единственное, конечно, что вот эти вот золотые внизу у него стойки. Но, по-моему, мне нужны всё-таки больше стальные подойдут. Вот эти вот скамейки, они тоже высокие. По высоте неплохие. Стоят они вообще копейки. Но это именно то, о чём я говорила. Деревянная у них сидушка. Надо туда какую-то подушечку, и это уже будет не то. А вот этот я попробовала. Что-то как-то мне не понравился. Вот здесь такой стул в коробке. По-моему, я даже не нашла его, как он смотрится на самом деле. Но здесь, видите, уже вроде выбор даже побольше. Конечно же, нужно ещё, чтобы размеры все совпадали. Но вот здесь высота 91-111 написано. И это слишком высокая для моей кухни. Мне нужно от 65 до 80 где-то так, чтобы регулировалась высота. Вообще, ещё интересная история про эти стулья, которые я узнала, когда стала про них побольше узнавать. Перед покупкой, как говорится, сама себя просветила. Интернет нам в помощь. И оказалось, что у этих стульев не только высота, ширина и глубина, но есть также и грузоподъёмность, как я её называю. И вот эта как раз грузоподъёмность имеет огромную роль, играет важную роль. Потому что, сами понимаете, что если человек грузный, больше 100 кг, сядет на стул, который выдерживает 80, то он его быстро сломает. Возможно, это и случилось с моими стульями. Хотя, не знаю, они достались мне по наследству. Уже были в этой квартире. И вы знаете, я ими пользовалась 4 года. Ну и пока уже не обнаглела до того, что стала на краешек садиться. С ними было всё в порядке. В общем, я узнала, что самая большая грузоподъёмность стула – это 120 кг. 110-120 кг. Я решила, что это как раз, наверное, будет то, что мне нужно. Ну а пока я вам рассказываю, я здесь просто хожу по этому магазину и вам немного показываю весь этот ассортимент, что здесь ещё продаётся, помимо тех барных стульев. Стулья, как вы поняли, ни один из вариантов мне не понравился в этом магазине. Ну и вот ещё один магазин, где есть немного мебели. Видите, как тут? Тут магазинов специализированных, как таковых, нет. Вот везде по чуть-чуть. Ну вот они эти скамеечки барные. Вот она серенькая для меня. Кстати, неплохая, удобная, но я почему-то вижу её только одну. Так, и сколько стоит она, я тоже не вижу. Сколько она стоит? 25 фунтов. Вот. 25 фунтов. Кстати, неплохая. Не знаю, что вы думаете, друзья. По идее, она очень удобная, вы знаете, и по мягкости, и по высоте. Вы знаете, это я как сама себя, типа, уговариваю. Ну, потому что здесь больше нет ничего. Видите? Столик и тумбы. Вон ещё один вижу. Ах, вот ещё в конце. Вот пойди, попробуй, найди сразу, да? Ну, вот этот плетёный, 105. Может быть, конечно, он чудесный. Но железный это для улицы. И вот этот 49, смотрите. Как раз как я хотела. Ага. Вот этот ещё 59. Ну, вот за 49, конечно, супер. Наверное, ну-ка сейчас я его сниму вниз и посмотрю. Ах, ну вот он, видите, как выглядит. Он всего лишь навсего чёрный. Хорошо то, что у него стальной из, но здесь он чёрный. Я уже для себя сразу снимаю все размеры, чтобы не забыть. Классно, конечно. Вот эти тумбочки классные под старину. Но вы знаете, сейчас-то мне и не надо. Вот здесь они даже со скидкой. И вот этот страшный, сейчас модный серый цвет. 99 фунтов вот за такую вот тумбочку. Как вам? Кстати, вы знаете, очень хорошо открываются, бесшумно. Странно только то, что, видите, как они задвигаются. Получается, что вам надо постоянно будет их фиксировать. Они слишком глубоко задвигаются. Это не очень хорошо. Что-нибудь-то не так, понимаете? Где перламутровые пуговицы? Я хочу с перламутровыми пуговицами. Ну или уже не искать от добра-добра. Купить вот эту за 25 фунтов. Или уже купить ту за 20 круглую. Не знаю. И ещё один магазин ранч. Мне посоветовали. Вот я пришла, смотрю, какие здесь кресла. И цена, конечно, у них очень даже. Одно кресло 80 фунтов. Вот это кресло, конечно, неплохое. Надо смотреть. Это его размеры. Это его размеры. Так вот. Вот ещё дешевле немножко. 69. Ну, вернее, 70. Только чёрная ножка мне не нравится. Вот эти неудобные, кстати, сразу могу сказать. Вот это серое кресло я уже видела где-то. 89 фунтов стоит с ума сойти. Зелёный сумасшедший не нужен. Вот этот 100 фунтов. Металлические ножки у него. Очень он, конечно. Вот видите, он здесь скидка даже у него. 70 сейчас был 100. Материал. Вот он такой устойчивый, не вертящийся. Вот опять я в размышлении. Мне, конечно, понравился больше всего вот этот. Ну, и я, конечно, сразу попробовала на него сесть. Нет. Мне здесь некомфортно. Здесь не для моего сиденья. Сиденья не для моего зада. Попробовала вот это. Вот это, по-моему, даже оно более такое удобное. У него, по крайней мере, с боков нет спинок. Ну, вот 70 фунтов такое кресло. Мне моя знакомая говорит, а ты купи вот такое вот кресло, будешь кататься по кухне. Ну, да. Можно, конечно, и на колесиках купить. В принципе, по цене то же самое. Но мне кажется, я укачусь далеко. На таком кресле. Да. Что у нас еще здесь? Еще один магазин. Я приехала. Бенкью называется. Вообще, конечно, этот магазин очень хороший. И он в основном всякие строительные материалы. Вот здесь, кстати, мы можем с вами дверцы посмотреть. И плитка здесь, и линолеум, и ламинат, и все, что хотите. Ну, и мебель в том числе. И я хочу, конечно же, посмотреть вот эти барные стулья. Магазин огромный. Разобраться здесь, конечно, сложновато. Но будем мы сейчас смотреть. Здесь, видите, краска. Претендалы для краски, для этой. Побелка. Ну, в общем, все, понимаете, строительные материалы. В основном, конечно. Там дальше еще есть двери всякие, обои. А есть... В общем, все, что хотите есть. И здесь, кстати, кухня есть у них. Ну, вот сейчас я попросила мне помочь. Вот этот вот работник здесь такой яркий. Сейчас мне покажет мужчина. Где у них барные стулья здесь? То, что я и хочу. Ну, а вы видите, вот флоринг. Это как раз покрытие половое. И дальше. Здесь сантехника. Дальше здесь. Вот она. Кабас. Кабинки. Сори. Он мне показал унитаз. Я же сфугалась. Думала, что он меня не понял. Хотя я попросила барные стулья. Барные стулья. Барные стулья. Я спросила, что красивый барстуль. Этот. Да? Ага. Спасибо. 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 Я попробую. Ну, она какая-то... Ну, она какая-то... Не знаю. Мне вообще-то она, конечно, подходит и по цвету. Ну, я не знаю, какая лучше. Вот этот стул замечательный. Притом он стоит 30 фунтов. Видите? Он ровно... Скидка. В два раза. Суперский стул. Ага. Вот видите, уже он тут порван. И он остался один. Вот этот тоже, кстати, неплохой. Но этот уже металлический. И он и продает 58 фунтов за одну штуку. Видите? Ну, вот он нормальный такой. Так. А вот этот стоит... Вот этот. Видите? Вот он. И, кстати, есть такой же серый. Он вертящийся. Он на 110 килограмм рассчитан. Я уже это тоже сейчас спрашиваю. Потому что бывает максимум 80 килограмм можно сесть. Вот. Поэтому вот так. Так же мне нужна, конечно же, высота. А еще я хочу вас порадовать. Потому что здесь вот написано. Видите? Здесь написано по-русски. Как это приятно иногда. Да. Ну и вот. Так вот, знаете что? Вот эти стулья... Вот эти стулья. Они дешевле. Потому что здесь 80 фунтов за пару. Я, кстати, даже не поняла, что они тут такое написали. Но здесь на самом деле 80 фунтов за пару. Вот они в коробке опять тяжелющие. Вертящиеся. Вот все размеры тут. 88, 109. Вообще это высоковато. А нет. Вот от стула 63, 84. Сейчас я, знаете, как Машенька-то. Как Машенька в этой избушке у медведей. Посижу на каждом стуле. Посмотрю, какой мне больше всего понравился по комфорту. И прям что-то даже я склонна купить вот какой-то вот из этих стульев. Вот прям не знаю. Ну, вот этот, конечно, он вроде симпатичный. Но, знаете, у меня впечатление такое, что я с него буду соскальзывать. Так, ну вот по закону подлости тут начали что-то сверлить рядом со мной. Вам не слышно меня будет, наверное. Но я сейчас объясню. Значит, мне понравился вот этот стул. Вот светло-серый. Особенно, конечно, цена мне его привлекла. 30 фунтов он стоит. Потому что... И он самый удобный, скажу я вам. Он вот так по сиденью. Вот этот, конечно, очень хороший, наверное, в использовании. Вот. Он стоит 20 фунтов. Цена у него тоже очень хорошая. Но как-то твердовато, конечно. Что можно будет сверху положить, не знаю. Вот этот очень неплохой. Вот у него, видите, он похож на вот тот светлый. Но только у него ножки железные. Но 58 фунтов он стоит. Мне как-то кажется, что дороговато. Все-таки они что-то запросили. Вот этот серый, конечно, смотрится неплохо. Но вот то, что у него здесь... Он сидеть на нем не очень удобно. Вы знаете, он как-то под уклоном. И я просто скатываюсь с него. Вот. Что касается вот этих пластмассовых. Удивительное дело... Ой, нет. Я думала, он пластмассовый. Боже, он железный. А я еще хотела сказать. Удивительное дело, что он 27 фунтов дороже даже, чем вот этот. Нет. Ну, железный, извините, мне не нужно. Не натаскаешься. Ну, и вот еще я увидела здесь вот такие же, как там, только черные полностью по 20 фунтов. И вот этот деревянный за 40. Вы знаете, они, конечно, удобные. Но, во-первых, твердые. Во-вторых, они как-то будут смотреться не очень, мне кажется, в моей кухне. Да, вот нашла я еще, смотрите, видите, тоже кухонные стулья барные. Вот они, 60 фунтов за пару. И вот он смотрится так. Металлические ножки. Так привязан, что его даже тут не открыть, не достать. Наверху пластиковый у него такой. Уже давно стоит, весь запылился. Вот. И такие же белые, видите? Но вот белые мне больше нравятся. Но вот были бы они не сникелированными, я бы сразу бы купила. Понимаете? Но вот деревянные ножки эти, чё ж это покупать и красить, но это тоже чё-то как-то не хочется, друзья. Понимаете, да? Мне ж хочется вот с перламутровыми пуговицами, такой же, но с перламутровыми пуговицами. Вот. Он выдерживает 110 килограмм, этот стул. И вполне бы ничего. Но я опять вся в раздумьях. А главное, что и посидеть там на нем никак. Зачем они его тут пригвоздили, вот это мне непонятно уж прям совсем. Тем более, что они здесь продаются прямо рядом с их офисом кухонным. И по идее, никто бы их и не украл, эти стулья. Господи боже. Вот видите, такие барные стулья здесь продаются. Вместе с этой кухней у них они предлагают. В кухню эту установить вам за 4 тысячи фунтов. И плюс ещё сама кухня будет стоить 8 тысяч. Вот ещё одна. Показывала я вам, да? Всю эту красоту. Чё-то как-то меня прям совершенно не радует. Эта история. Плита у них, конечно, супер. Вот она, как я и хотела. С поверхностью варочной. И с вот этой вот шкафом духовым. Вот смотрите, ещё здесь у них два стула стоят. Я, это, продаются они, я не вижу где. А вот то, что они здесь у них, он тяжёлёщий. Ну вот, неплохой. Но опять же, цвет у него не для меня. И вот люди заказывают эти кухни. Видите, здесь я уже показывала, по-моему, вам, как они выглядят, все разные поверхности эти. Сколько будет стоить. Только под заказ написано. Видите, цена 1300, 1200, 1100, 900, 1500. Вот эта красота неописуемая сейчас модная. А этот вообще 2160. Это вот тейбл. Это поверхность, как она называется. Это поверхность на стол. Рабочая поверхность на кухне. Вот можно тоже купить любую. И совершенно недорого. Видите, цены. Вай. Эффект белого камня. Эффект дерева, мрамора эффект. Вот такая вот штука. 89 фунтов, допустим, с эффектом мрамора. И размер у нее, по-моему, 170 длина. И, в общем, если было бы желание, то можно было бы желание, руки. Все найти нужно. Ну, а если еще и деньги, то, конечно, тогда, господи, без проблем заказывай. Жди полгода. Приезжают, устанавливают. Вот такие кухни. Вот мне очень нравится, когда вот этот духовой шкаф стоит здесь на уровне глаз. Супер-пупер. Вот это вот огромная варочная панель здесь у них с вытяжкой. И сейчас вот кто-то мне сказал, что модно серый, а я вот слышала, что модно вот такой темно-синий. На любителя все. И вот, смотрите, я нашла для вас. Хочу показать. Ну, вернее, для себя. Вот это вот все двери, друзья. Вот здесь показано, как они выглядят. Видите? Вот они бывают белые, серые. И вот это вот их высота здесь, ширина. Вот. Все. Здесь для ящиков. Здесь просто дверцы. Вот они от 20 фунтов. И выше. Одна дверь. Ну, вот недорого, я считаю. Вот смотрите. Вот она дверь. 49,7 на 71,5. 24 фунта. Очень даже неплохо и очень недорого. Сейчас я хочу ее посмотреть. Надо у кого-то спросить, конечно. Вот она, смотрите, такого красивого светло-серого цвета. Это для ящика. Штучка. И я так понимаю, здесь еще и дверь должна быть. Не знаю я. Да. Надо разбираться. Здесь вот, видите, дверь 36 на 96. Нет, это нижняя. А вот это 59 на 87. Вот это вот, по идее, классная, классная она. Но она, видите, очень темно-серого цвета. Все опять серое. Классно. Но понимаете, какое дело. Это ж мне тогда придется все двери менять. 45 фунтов она стоит. Тяжелющая. Вот эти все по ширине нормальные. 59,7. А вот высота у них мне не подходит. 54, 58. Здесь 45 вообще. Мне надо 80 сантиметров в высоту. Вот здесь опять 61 на 90. 90, наверное, это много. 61 это тоже лишний один сантиметр. Вот надо все смотреть, видите, и точно выбирать. Ну вот я считаю, что они, конечно, недорого. Если бы я смогла их сама все уложить. Ну вот, мне открыли один ящик. Вот видите, очень-очень светло-серая она. И здесь две вот таких вот два отверстия для петель. Значит, 21 фунт стоит эта доска. И она размером 59,7. И цвет шикарный, и недорого. И чего бы, спрашивается, мне их не купить по 20 фунтов. Ну пусть даже раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь дверей. Недорого. И пусть бы они взяли с меня 100 фунтов за то, что сделают эти двери. Ну и обошлось бы мне это все 200 фунтов. Ну и нормально. А, ну еще фурнитура, ну 250. Так, вот они матовые белые. Смотрите, вот так выглядят. И вот опять же классные вот эти скамеечки барные. Где бы такие купить? Ну и здесь размеры их. Вот такую информацию для размышления я себе загрузила. Я объездила практически все магазины, которые были на острове. Вот специализированные для мебели. Все, что я увидела, я вам показала, друзья. Теперь я буду, наверное, думать. Я еще до конца не решила, какой стул покупать и какие дверцы может быть покупать. Удивило меня, знаете, что, когда я забралась туда еще дальше в этом магазине Биэнг Ю, он огромный, и я пошла туда дальше-дальше, где продается фанера и вообще вот такие, вот знаете, ну, материалы, стройматериалы просто. И там я нашла все, что угодно. Даже такие дверцы, которые раздвигаются на рельсиках, знаете, и рельсики продаются, эти все разных размеров. И вот, понимаете, как интересно, когда я помню, когда-то пыталась разобраться и что-то себе сделать, да даже, в общем-то, тот камин свой закрыть на кухне, помните, да? Я ничего ни у кого не смогла выяснить. А оказалось, что здесь все можно в этом магазине Биэнг Ю приобрести. Еще раз повторяю, были бы руки, голова на плечах. Все можно сейчас сделать самому. Но для меня это очень сложно. Я пока останавливаюсь только на барных стульях. Как только выберу какие-то барные стулья, куплю, я вам обязательно покажу и расскажу, что там дальше у нас на кухне получилось. А на этом на сегодня, друзья, я надеюсь, я вас не утомила своими походами. Я на это истратила целый день. Но я не жалею, конечно, все нормально, без этого не обходится. Есть еще интернет, скажете вы мне, где можно все это тоже заказать и купить. Но в интернете за доставку я еще должна заплатить дополнительные деньги. Поэтому буду все-таки осмотреть все это здесь на острове. Ну, а на этом я с вами прощаюсь, друзья. Берегите себя, всего вам доброго, еще увидимся, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok